15 на 0 Москвы, мы начинаем. Я вижу, что много людей успело подключиться, чему я безумно рада. Ещё раз всех поприветствую. Меня зовут Олесь Селезнёва. Надеюсь, все вы меня знаете, слышали. Я являюсь сапфиром-мастером компании «Армель» и живу я в городе Оренбург. Пока мы с вами собирались, включила вам свой ролик, который мы записали буквально на днях. Друзья, дайте, пожалуйста, в чат эмоции. Эмоции, знаете, не конкретно по ролику, а эмоции вашего сегодняшнего настроя, рабочего. Потому что просто класс, отлично, ролик супер, спасибо, огонь, восклицательные знаки. Спасибо, друзья. Действительно, почему я спрашиваю ваши эмоции? Потому что в ноябре, в декабре и в последующих месяцах нам нельзя спокойно просто сидеть, бездействовать и ждать, когда другие будут делать что-то за нас. Согласны? Сейчас очень активная фаза, наступает такая фаза, когда я говорю, да, только ленивый, только ленивый не заработает. И поэтому сегодняшняя наша с вами тема, она будет касаться парфюмерии Армель. На сегодняшнем вебинаре мы ответим с вами на основной вопрос, как же сделать так, как влюбить клиента в парфюмерию Армель, друзья. Вам интересно? Как вам сегодняшняя тема? Ура! Да, супер, класс! Также мы вспомним с вами основные наши рабочие инструменты. Может быть, у кого-то что-то еще не готово. И сегодня я с вами обязательно поделюсь, дам советы и рекомендации, как же я работаю с клиентами. Именно, знаете, не просто повседневная работа с клиентами, а именно, как я выстраиваю отношения с клиентами и строю их на долгосрочную основу. Итак, если вам интересно, зовите ваших еще партнеров, они успеют начать на самые, попасть на самые интересные моменты. И мы с вами начинаем. Скажите, есть ли у нас сегодня в комнате прям вот новички, которые оформились вот прям на этой неделе? Если есть такие, прям поставьте, пожалуйста, плюсики. Я буду понимать, сколько у нас новичков, которые еще, в принципе, не совсем владеют, может быть, информацией о нашей парфюмерии. Слушайте, новички есть, отлично. Артем, привет! Так, тогда, смотрите, я не буду вам долго давать позиционирование, парфюмерия, это тема немножечко отдельно другая, но все-таки в двух словах проговорю для тех, кто недавно присоединился к компании, чтобы вы понимали, каких ошибок можно изначально избежать, правильно позиционируя парфюмерию Армель и настроив клиента на позитивный лад. Итак, парфюм Армель – это российский бренд, все наши флаконы имеют унифицированный вид, они выглядят одинаково. Кстати, кто заметил, что новые флакончики, они с мега классным дополнением, да, у них на донышке есть логотип в форме буковки А, согласитесь, что здорово, да? Вот, и вместо названия у нас на флаконах есть номер, то есть мы имеем дело с номерной парфюмерией. В нашей коллекции есть несколько линеек, да, это ароматы элитной парфюмерии, селективы, это классические ароматы, цветочная коллекция Жордин де Флор и авторская тоже линейка Voyage де Амор. Все ароматы Армель очень высокого качества, выполнены исключительно в элегантных современных оттенках, и они иллюстрируются как идеи популярной мировой парфюмерии, да, как эксклюзивные, которые подраздвигаются методом MLM, да, наши парфюмы, и это делает наш парфюм доступным по цене. Вот если кратко, то это в двух словах нашей парфюмерии. Скажите, кто вот у нас новички, вы понимаете суть, да, продвижения, концепцию наших ароматов? Если вы поняли это, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Ну и, конечно, те, кто уже давно продвигает наш замечательный бренд. Отлично, пятерки, значит, я могу двигаться дальше. Погу двигаться дальше. Вот так вот выглядят наши красивые ароматы, и чем больше я смотрю на картинки, да, тем больше понимаю, какие классные подарки мы можем творить с этими флакончиками. Итак, переходим к основным моментам. Как же, как же влюбить клиента в ароматы MLM? Знаете, когда я готовилась к этой теме, я думала, ну какой же все-таки сказать им секрет, да. Очень часто спрашивают, Олеся, ну скажите, ну вот как вы продвигаете аромат? Вот, ну наверняка у вас есть какие-то секреты, которые мы еще не слышали. И я подумала, что, наверное, знаете, вот просто насильно влюбить клиента нельзя. Часто мы, когда начинаем бизнес, мы прям вот хотим вот всех, абсолютно всех своих знакомых, друзей, родственников, скажем так, подсадить, да, на этот бренд, чтобы они пользовались только тем, что мы им рекомендуем. И мы начинаем говорить вот все подряд, да. И поэтому я решила дать вот эту тему через призму ошибок. Почему ошибок? Потому что, ну, как правило, мы не любим критику, и ошибок мы не замечаем. И нам кажется, что мы все говорим правильно. Но на самом деле со стороны очень бывает видно, и прям иногда ухо режет, либо глаз режет, то, что мы видим в сети, мы видим от дистрибьюторов компании. И сами мы эти ошибки делали, поэтому это все нормально, да, в процессе обучения так и должно быть. И поэтому давайте рассмотрим, какие же основные есть ошибки в позиционировании наших ароматов. И если этого, друзья, избежать, вы поймете, что на самом деле влюбить клиентов в ароматы Армель очень-очень просто. И давайте начнем. Самая основная ошибка – писать в соцсетях или говорить с клиентом, что Армель – это парфюмерная компания. Друзья, это совершенно не так. Да, компания Армель начиналась в парфюмерии, но сегодня Армель – это большая торговая марка. Который ни одно, ни два, а целых четыре направления. Скоро будет пятая. И представляете, какую грубую ошибку делают дистрибьюторы компании, когда говорят, что Армель – это парфюмерная компания. Раз, два, три. Хорошо, все со звуком? Поставьте прямо в десяточке. Отлично. У кого заикается, пожалуйста, перезайдите. Спасибо за обратную связь, друзья. Вот, поэтому мы можем предложить не только парфюмерию. У нас есть шикарный кофе, у нас есть уход за лицом, домом и так далее. Поэтому убираем эти названия из своих голов в первую очередь. А следующая ошибка, что парфюм Армель – это французские духи. Прямо вот от каждого, ну не знаю, пятого человека, особенно те, кто продвигает себя через соцсетия, французские духи. Не французские у нас духи, друзья. У нас российская компания. И что мы производимся на заводы Аржита – тоже неправильно. Вы заметили, что все новинки, которые сейчас выходят, это у нас уже эссенции из Швейцарии. И, соответственно, компания идет по пути улучшения и ищет таких производителей, с которыми нам интересно сотрудничать, которые предлагают лучшее сегодня на рынке. Поэтому от этого, друзья, мы тоже с вами отходим. Неправильно говорить, объяснять и писать, что в составе парфюма только натуральные компоненты, поэтому вот у вас не будет аллергии и так далее. Неправильно. Вот мы иногда с вами бываем заложниками своих же высказываний, потом начинаем людям доказывать, что мы не жирафы, извините за выражение. Сказав, что только натуральные компоненты, мы заведомо обманываем клиента. А когда клиент понимает, что он обманут, он, друзья, никогда не влюбится в ваш продукт, не влюбится в компанию, он будет считать, что вы занимаетесь обманом. Поэтому не говорим так, потому что в составе есть и закрепители. Если закрепители не добавлять, ароматы будут нестойкие, вы будете говорить, что ой, духи плохо держатся и так далее и тому подобное. Поняли эту ошибку? Следующее, что неправильно проводить тесты на качество, трясти флакон, поджигать, показывать там капельку масла. Вернее как, это, конечно, можно делать, но это такой, знаете, уровень, ну, не знаю, непрофессиональный однозначно, потому что я вот уже не единожды раз повторяла, что секрет нашего успешного развития в бизнесе – это быть на всех мероприятиях компании. Мы не пропустили еще ни одного мероприятия, которое проводила компания. И вот в одном из предпоследних мы были знакомы с представителем, с директором завода «Браккард», где производится эссенция для наших ароматов. И как раз-таки мы спрашивали, ну, скажите же, Любовь, ну, как же все-таки проверить качество парфюма? Никак, никакими вот такими народными способами не проверишь. Только химическое разложение, не помню, не буду обманывать, как это называется, но это лабораторный, скажем, такой опыт. Поэтому если вы начинаете вот так вот шамамить, вы показываете свой уровень. Кстати, могу сказать, я поначалу делала ошибки, но не развивается тот, кто не учится, опять же повторюсь. Поэтому мы от этого уходим. И сейчас я вам еще скажу фразу, которую я говорю клиентам, и это все, это делает стопроцентным потребителем абсолютно практически каждого человека, который тестирует у меня ароматы. Следующий момент. Мы не используем слова, эквиваленты, копии, то же самое. Представьте картину. Человек пользуется каким-нибудь любимым брендом, покупает в магазине, он безумно счастлив и рад, что у него есть этот аромат. И вдруг приходите вы и говорите, слушай, Маш, ты пользуешься Шанель Шанс и берешь его в Литуаль? Слушай, я тебе сейчас покажу то же самое, только полторы тысячи. Понимаете? И мы сразу в глазах этой Маши, она понимает, что она вообще какая-то не от мира сего, а вы такая умная, а она получается, ну, не будем называть кто. И она вся такая на эмоциях таких спадших, да, тестирует аромат и говорит, ты знаешь, нет, это не то же самое. То есть на ее нос ей показалось, что не так этот аромат пахнет. И вот в ее глазах уже вы выглядите, ну, как человек, который какую-то дешевую подделку продвигает. И как вы думаете, этот человек станет вашим клиентом? Нет. Потому что вы начали не с того. Вы сначала опустили ее как потребителя, что она не права. Она, оказывается, все это время делала не то, что нужно было и покупала не там. Мы ее опустили, предложили свое и предложили неправильно. Поэтому, друзья, я всегда, вообще вот никогда и изначально не говорила, и более сейчас не говорила, что это то же самое, попробуй, только это дешевле. Да, идея у нас в том, что мы не переплачиваем, мы умные покупатели, мы экономим, все это правильно. Но я всегда человеку даю выбор. Вот, наверное, ключевой секрет, как влюбить клиента в ароматы в арме, ну, моего, по крайней мере, надеюсь, что он будет вам тоже полезен, это дайте человеку выбор. Вот когда вы приходите и говорите, слушай, твой аромат классный, да, но у меня есть такая идея, которая, ну, наверняка понравится, и, возможно, ты вот ее ждала. Давай я тебе продегустирую твоя кожа, твой нос. Мы нанесем. Понравится, я тебе расскажу такую бомбовскую идею, от которой ты просто будешь пищать от радости. И на твоем туалетном столике будет не один аромат, а 10. Хочешь? И когда человек дегустирует уже с таким чувством в предвкушении, вау, у меня может быть не один аромат, а 3, 5, 10, 15, да ладно, вы ему наносите тот же, например, 104 аромат, она говорит, слушай, как похож. И вы говорите, а это номерной парфюм, а смотри, что у меня еще есть. Вот чувствуете, мы один и тот же аромат показали, но с разными эмоциями преподнесли, и у человека может быть совершенно противоположная реакция на одно и то же. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто сейчас понял то, о чем я говорю. Отлично, супер, ребят, спасибо за обратную связь. Ой, сколько много людей, которые правильно поняли. Супер, берем эту идею, делаем так, да? И, конечно же, основная ошибка – это стойкость, друзья, это вообще. А стойкие ли ваши духи? И мы начинаем говорить, да, вот ты знаешь, я нанесла, и три дня рубашка мужа пахнет. И мы сами такие сказочники становимся. А человек приходит, нанес на кожу, через час ему не пахнет, и говорит, ах, она такая, подруга моя обманула. Правильно бывает такое? Ну, мы же сами заложники того, что мы сказали. Друзья, вообще неправильно по стойкости определять качество аромата. Я всегда говорю, слушай, стойкость – это хорошо, давай о стойкости поговорим, что такое в твоем понимании стойкость. Но вообще аромат-то мы судим о качестве именно по раскрытию, по звучанию, да? И чуть-чуть человеку объясняю. И уже стойкость-то, она уходит вообще на второй план. Ей уже не стойкость нужна. Ей надо, чтобы аромат на ней классно раскрылся. Мы уже ищем ее аромат. А то, что вы пообещали, что будет три дня аромат пахнуть, ну, сами поджимайте свои плоды. Не будет он трех дней пахнуть, он не должен столько пахнуть. И все зависит от нашей с вами кожи и так далее и тому подобное. Это отдельная тема позиционирования наших ароматов. Но я об этом не могла не сказать. Поэтому внимательно следите сами за тем, что говорите. Согласны с этим? Может быть, да, какие-то ароматы и пахнут. Но опять же, Анжела, это у вас, да, могут пахнуть. А на ком-то человек просто может, даже он, но человек не чувствует. И он будет говорить, что вы его обманули. И согласитесь, когда мы человеку даем выбор, и он сам начинает задавать вопросы, слушай, а что еще у вас есть, да, а какие коллекции, а где можно купить, а сколько стоит. И здесь нам остается малое, нам остается дать правильную информацию. И таким образом мы влюбляем человека в ароматы армель. То есть правильно, вывод какой, да, правильно спозиционировав, правильно преподнеся, профессионально, да, человек, он волей-неволей влюбляется. Опять же, если перекладывать на жизнь, да, вот это невозможно влюбить человека насильно, да, но когда, например, мы с человеком общаемся и узнаем его поближе, да, какие-то качества проявляются, то мы сами постепенно влюбляемся. То есть это происходит ненасильно. Вот, и когда нас, опять же, не заставляют насильно, да, когда у нас свой выбор, вот хочу вот с этим пообщаться и вот с этим пообщаться. Ой, мне вот этот больше нравится, чем вот этот. Все, мы влюбились. Вот, наверное, такой вот жизненный пример, но может быть с ароматами и это немножечко параллельно как-то перекликается. Поэтому становимся профессионалами и нам легче станет влюблять клиентов в парфюмерию. С помощью каких... С помощью каких инструментов мы можем продвигать нашу с вами парфюмерию? Конечно же, самое волшебное средство – это наша папочка. Я люблю говорить о том, что это ваш парфюмированный бар на дому и всегда эту папку очень-очень-очень дорого говорю. Я о ней очень много красиво рассказываю, что представь, у тебя будет дома целая коллекция ароматов. Ты можешь чуть ли не каждый день подбирать себе разный. Когда у тебя эта папочка лежит на столе дома либо в офисе, ты всегда можешь показать окружающим. Как правило, эта папка не оставляет никого равнодушным и с помощью этого инструмента ты можешь заработать не только 2,5 тысячи, а 5, 10, 20 и даже сотни тысяч рублей. Тебе интересно? И если уже человеку интересно, всегда рассказываю обязательно о бизнесе. Поэтому если мы приходим в компанию для построения бизнеса, конечно же, без папки нам никуда. Но даже если мы приходим с вами в компанию сначала просто попробовать продукт или даже мы подключаемся как клиенты компании, чтобы брать продукцию дешевле, папка нам никогда не помешает. Я всегда людям говорю, ну у тебя нет рисков, понимаешь? Вот ты сейчас не пойдешь в магазин и не купишь 90 ароматов, правильно же? Даже по какой низкой цене они не были. А здесь за 2,5 тысячи рублей ты можешь приобрести себе целую коллекцию ароматов. И как правило, папочки расходятся у меня на ура. У меня нет такой проблемы, что люди регистрируются на 100 рублей. Всегда правильное позиционирование папки ведет к заключению договора. И, конечно, как можно подобрать аромат клиенту, если у нас нет этого рабочего инструмента. Хотя, знаете, я с таким сталкивалась. Когда я рассматривала для себя возможность, рассматривала компанию, я искала людей, дистрибьюторов компании Армель в своем городе, нашла пятерых, и только из пятерых, только у одной была папка. Я спрашивала у других, как же вы занимаетесь парфюмерией, если у вас нету? Они мне говорили, ну вот, сейчас вот у нас закажут, а мы потом возьмем папку. Как, друзья, как? И вот этот один человек, у которого оказалась папка, который привез, дал посмотреть, продегустировать, это был наш замечательный наставник, спонсор Татьяна Клопотова. Ей большое спасибо за ту возможность, которую она предоставила мне в тот вечер. И с этого все и началось. Татьяна, если ты здесь, тебе большой привет и респект, как сейчас говорит молодежь. Следующий момент – это, конечно, визитница с нашими ароматами. Сейчас в компании тоже очень презентабельные визитницы. И для чего вообще визитница нужна? Когда мы пропитали блотеры и вложили ее в визитницы с описанием ароматов, человеку легче пробовать, потому что в пробничках эссенция у нас с высокой концентрацией, и когда человек понюхал один, второй, третий пробничек, как правило, говорят, ой, слушай, все, я уже нанюхалась, я больше не могу, все одинаково. И получается, что вы клиенту не можете подобрать. Поэтому на блотерах есть уже, скажем так, выветренные ароматы, чтобы они почувствовали базовую ноту. И, соответственно, так человеку проще выбрать то, что ему нравится. И из того, что нравилось, мы наносим человеку на руку. Конечно, нам нужны блотеры всегда свободные, потому что блотер мы можем пропитать и оставить у человека на работе, или дать домой, чтобы она показала мужу, маме, папе и так далее. Обязательно блокнот. Это говорит о вашем профессионализме, потому что туда нужно обязательно записывать информацию. Всегда записывайте то, что продегустировал ваш потенциальный клиент, потому что, как правило, они забывают. Довольно-то говорят, слушай, хочу вот тот аромат, который ты мне нанесла. А вы уже и помните, не помните, какого нанесли. И приходится делать повторную встречу, опять ехать, подбирать и так далее. То есть это бесполезная трата времени. Обязательно прайсы, визитки. Мой излюбленный способ – это визитка, пропитанная 104 ароматом. Наверное, все уже, мне кажется, партнеры компании Armel знают эту историю. Те, кто новички не знают, спросите у ваших наставников, либо в личку мне напишите, я вам потом отвечу, чтобы не тратить сегодняшнее время. Прайсики. У нас, друзья, сейчас в компании очень удобные прайсы. Я вот вернусь на след, вернее, пролистну слайд. Потрясающий, продуманный прайс. Видны все коллекции, цены для клиентов. И я всегда этот прайс оставляю клиенту после того, как нанесла ароматы на руку. Я подписываю тот аромат, который нанесла. И оставаю клиента, тем самым напоминаю о себе. И человек еще видит, какой большой ассортимент в компании Armel. Вот, поэтому сейчас в преддверии новогодних праздников я запаслась такими прайсами побольше, что и вам, друзья, рекомендую. Вот, закажите себе побольше, они вам окупятся. Итак, всевозможные ароматесты и опросники. Про опросники я чуть-чуть попозже расскажу. Ну и, конечно, для наглядности, хоть один флакон у вас должен быть. Он должен быть у вас как минимум потому, что вы сами пользуетесь. У меня в сумочке всегда лежат визитки на льняной бумаге. И 104 аромат. Ему я не изменила еще ни разу за два года в компании Armel. И он мне, друзья, принес уже столько клиентов, благодарных и партнеров. Вот, поэтому действительно волшебный такой денежный аромат. Так, двигаемся, друзья, дальше. С этим все понятно? Светлана, если на складе в Москве нет прайсов, возможно, скоро появятся еще более обновленные, можно поспрашивать на мини-складах. Вот, как правило, на мини-складах есть прайсы. Вот, у нас они есть, можем поделиться, кому надо, пишите. Итак, ведемся дальше. С помощью нашего мобильного приложения можно и нужно нарабатывать клиентскую базу. Это можно делать на десятки, сотни и тысячи клиентов. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже понял всю силу, всю мощь мобильного приложения и у кого с помощью мобильного приложения появились новые друзья-клиенты. О, сколько флюсиков! Отлично! Отлично! Значит, друзья, вы понимаете всю силу этого приложения. Для новичков скажу, смотрите, в чем ноу-хау, в чем фишка. То есть, во-первых, когда вы дали ссылку человеку на мобильное приложение, он всегда может посмотреть электронный каталог. Как правило, у нас сейчас 50% жизни проходит в телефоне. Мы лишний раз, не знаю, не откроем какой-то бумажный носитель, но в телефоне мы обязательно что-то ищем, надо нам что-то купить, мы обращаемся в Google, нам в помощь. Также и здесь мы говорим, слушай, вот, пожалуйста, там электронный каталог с описанием, с ценами и так далее. Есть классификатор ароматов. То есть, опять же, для новичков огромнейшая ссылка... Господи, читаю про ссылку и говорю ссылка. Огромнейший плюс, когда вы еще сами не до конца разобрались в ароматах, вы не знаете, какие шипровые, какие цветочные, какие фруктовые. Вот вам помощь. И мне безумно нравится тест, подбор аромата. Друзья, с помощью вообще простых нескольких вопросов, когда человек отвечает, например, какое время года нравится, какой цвет одежды любит, какую еду предпочитает, система выдает ароматы, которые подходят человеку. А ваше дело остается совершенно за малым. Просто встретиться и нанести эти ароматы. Ну просто вот, ну, мега-бомба вообще. Как с таким инструментом мне нарабатывать клиентов и говорить, что ничего никому не надо, я просто не представляю. Не представляю, потому что я сама это делаю, вижу, что это работает. Если, друзья, у вас это не работает, то, скорее всего, вы просто еще не начали использовать этот инструмент. Но он новый, он удобный, он современный, и поэтому пользоваться им нужно. И, кстати, с помощью этого же приложения это тоже является частью, как же влюбить человека в парфюмерию Армель. Потому что далеко не у всех компаний есть такие новейшие способы работы с клиентами. И когда они видят, слушай, класс, вообще компания движется в ногу со временем, у вас такие классные тесты, у вас такие классные электронные инструменты. Слушай, хочу. И, возможно, у вас будет даже не просто клиент, а будет уже и партнер. Согласны с этим? И, конечно, у вас будет отображаться вся база клиентов. То есть любой человек, который по вашей ссылке прошел тест, у вас в кабинете видны номер его телефона, день рождения и результат тестирования. И вы всегда можете позвонить и сказать там «Здравствуйте, Елена, вижу, что вы прошли тест, хотели бы попробовать ароматы, когда вам удобно встретиться» и так далее. Супер! Итак, мы с вами уже заговорили о клиентах. И вот сейчас настало самое время мне с вами поделиться с тем, как же я работаю с клиентами, что им говорю, чтобы выстроить такие долгосрочные отношения. Друзья, вам интересно, вам не скучно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Интересно, очень класс. Всё, здорово, вы меня подзарядили, и я в коем же драйве и позитиве продолжаю дальше. Итак, в нашем деле, друзья, очень важно научиться такому навыку, который не все любят, но это нужно сделать, это продавать. Но когда мы говорим о продажах, мы часто думаем о продаже именно продукта. На самом деле так, да, я всегда объясняю людям, что даже если вы работаете по найму, не знаю, бухгалтером, вы всё равно занимаетесь продажами. Человек на меня смотришь с вытраченными глазами. Как? Я говорю, да, ты продаёшь себя, своё время, свой труд, свои знания и так далее. Так вот, я хочу вам дать такую, чтобы вы задумались над таким моментом, как научиться дорого продавать себя. Вот вы можете себе придумать такую дорогую визитную карточку, ответить на основные какие-то моменты, правильно себя презентовать, потому что, смотрите, вот часто на собеседованиях спрашиваю, скажите, а почему мы должны взять на работу именно вас? То есть что хотят от нас услышать? Нас хотят, от нас хотят услышать, как мы себя презентуем, как мы себя ценим. И вот когда мы общаемся с клиентом, когда мы ищем клиентов, основной вопрос, на который человек должен получить ответ, а почему я должен купить именно у тебя? И представляете, насколько мы должны выглядеть в его глазах профессионалом во всех смыслах? Не только, допустим, уметь хорошо подбирать. Поэтому смотрите, я вам предлагаю такие несколько моментов, которые могут вам вот эту самую визитную карточку для себя создать. А вы можете ее размещать, не знаю, в своих каких-то портфолио, писать на визитках, может быть, на каких-то сертификатах, а может быть, вы просто будете в словах, при общении с людьми это говорить. Итак, я предлагаю, ну, по крайней мере, как я говорю, что я провожу бесплатные мастер-классы, допустим, по подбору ароматов, по подбору косметики. То есть здесь можно все, что угодно придумать. То есть у вас такой дополнительный сервис. Можно даже спросить, скажите, а вы когда-нибудь в магазине проходили настоящий профессиональный аромоподбор? Вот сколько я спрашивала у людей, все говорили нет. То есть они обычно наносили там на бутер, нюхали, гуляли по магазину, выходили и так далее. То есть никто не был на таких мероприятиях. А я говорю, тогда я хочу вас пригласить на такой мастер-класс, я проведу его для вас бесплатно. То есть поняли, да, мысль? Следующий момент. Я незамедлительно знакомлю с новыми коллекциями, и вы обо всем узнаете первыми. Люди любят вот это вот превосходство, они любят быть в чем-то первыми, особенно что касается работы с клиентами. Поэтому этот сервис мы обязательно клиентам должны предоставлять. Следующий момент. Я предоставляю возможность попробовать все средства перед их покупкой. На самом деле это тоже очень значимый момент, потому что, допустим, у нас сейчас есть линейка косметики, и не каждый готов купить, что-то не попробовав. Я всегда все новинки вскрываю для себя, в свое пользование. И, конечно, если есть это у меня вскрытое, я всегда могу нанести клиенту, дать попробовать. И это, несомненно, считаю плюсом в своей работе, когда я предоставляю такую возможность своим клиентам. Согласитесь, что это здорово? Поэтому, когда что-то в компании выходит новое, не торопитесь просто сразу, не знаю, перекопировать у кого-то ссылку и ставить у себя. Запишите видео, как вы открываете это новое средство, как наносите, передайте свои эмоции. Человек будет видеть, что да, вот они искренние, что вы действительно попробовали, и я тоже хочу. И вы можете дать всегда это попробовать своим клиентам. Следующий момент. Я предоставляю качественный сервис, да, то есть я доставлю заказ в течение дня. Это удобно, потому что, когда человек приходит в магазин, и что-то хочет купить, он это видит на полке, и он приобретает это сразу. Если касается многих дистрибьюторов, да, люди обычно говорят, слушайте, я закажу и вам привезу. И вот, как правило, вот в этот момент у человека пропадает желание, он перегорает, он уже не хочет. Когда вы ему приносите флакончик, он говорит, вы знаете, а я уже пошел купить там-то, там-то, там-то. Но мой сервис – это доставлю заказ в течение дня, то есть туда, куда вам будет удобно. И это тоже преимущество для моих клиентов. Следующий момент. Очень актуальная тема сейчас, да, не зря я вам включила в начале ролик. Это корпоративные заказы для вас и ваших близких на любой случай, на любой бюджет. Сейчас именно тема корпоративных заказов очень-очень-очень актуальна. С помощью корпоративных заказов вы можете наработать себе большую клиентскую базу, с которой будете работать на постоянной основе. И, соответственно, я всегда это предлагаю людям, да, потому что кто-то, может быть, работает в руководящем звене, да, у него есть коллектив, которому когда-то пригодятся корпоративные подарки. Поэтому я об этом всегда людям проговариваю, либо прописываю. Ну и, конечно, можно внести чувство, долю такую юмора, что доставка, упаковка и улыбка вам в подарок. Согласитесь, ну, приятно тоже иметь дело с хорошим настроением, да. Вот. С этим понятно? Сделали себе пометочки? Вообще, дайте, друзья, обратную связь. Я вижу, что немножко в чате так тишина. Наверное, внимательно слушайте. Как вам такая идея правильной самопрезентации себя? Научиться себя продавать дорого. Супер. И вот согласитесь, что когда вы себя уже продали дорого, как профессионала, у вас обязательно захочется купить, да. Иной раз, когда мы выбираем что-то в магазине, мы же сначала спрашиваем у продавца-консультанта, да, он нам рассказывает, и он настолько вот себя как-то преподнес, выстроил какую-то такую доверительную ниточку, и мы говорим, да, все хотим купить, правильно? И вот этому же мы должны с вами тоже следовать. Поэтому самопрезентация – это очень-очень-очень-очень важно. Следующий момент. Вот у нас появился клиент. Сейчас буду делиться такими вещами, с которыми, наверное, еще, может быть, даже и не делилась ни в одном вебинаре. Поэтому, друзья, вам очень повезло, что вы сейчас находитесь на этом обучении. Итак, клиент появился, вы сделали продажу. У нас же цель не один раз, да, с клиентом посотрудничать. Мы хотим с вами, с человеком, иметь долгосрочные отношения. Поэтому что же нужно дальше? Максим, про корпоративный заказ подробнее. Это, знаете, это целая отдельная тема вебинара. Возможно, я и буду ее проводить, возможно, запишу отдельное видео. Но, к сожалению, сейчас, сегодня я не успею об этом рассказать. Информации очень много. Немножечко тема сегодня у нас в другом направлении. Постараюсь обязательно эту тему раскрыть. Спасибо вам за вопрос. Итак, что такое система 2 плюс 2 плюс 2? Кто-то слышал о ней? Поставьте плюсики, кто знает и работает по такой системе. Нет, нет. Ага. Так, один плюсик, и в основном нет. Ну, супер. Тогда вам, друзья, вообще будет очень-очень-очень интересно. И вы наверняка сегодня уйдете с кладезью идей. Итак, смотрите. Что такое система 2 плюс 2 плюс 2? Это элементарно, звонки клиентам. То есть первый контакт с клиентом после продажи должен быть через 2 дня. Либо, не знаю, если даже вы просто какое-то анкетирование, тестирование проходили, тоже через 2 дня нужно позвонить. Либо, если это уже клиент, то есть через 2 дня мы звоним, узнать ваше мнение о продукте. Это очень, друзья, важно. Это настолько делает вас профессионалом, это настолько поднимает вас в глазах вашего клиента, что он становится вам преданным на очень-очень-очень долго. То есть первый звонок мы совершаем через 2 дня. Второй звонок, второй контакт с клиентом – это 2 недели. Потому что 2 недели – это тот срок, когда человек уже пропользовался продуктом, возможно, он получил результат, он стал лояльным клиентом, и, возможно, через 2 недели он захочет что-то приобрести еще, либо в дополнении, либо кому-то на подарки и так далее. Это очень важно. И если даже, допустим, человек сказал «Спасибо, мне ничего сейчас не надо, я пользуюсь довольно, все хорошо», следующий контакт мы делаем через 2 месяца. То есть это следующая такая точка, когда мы контактируем с клиентом и предлагаем ему что-то в нос. Неважно, купил он у нас или не купил. Вот это правило 2 плюс 2 плюс 2 выдумано не мной. Это система, которая действительно работает годами, и ее действительно нужно использовать тем, кто именно выстраивает отношения именно в продажах. Как вам идея? Я еще, видите, Наталья, спасибо за комментарий, кстати. Оля написала, что было такое, что клиент еще не попробовал, то есть она купила и еще не открыла. А зачем нам ждать? И вы всегда напоминаете, что надо открыть, попробовать, я вам напоминаю, перевести на юмор. И такая фраза всегда помогает, что я всегда от вас на расстоянии звонка. Даже когда человек говорит «Спасибо, мне сейчас ничего не нужно», я говорю «Спасибо, Наталья, что уделили время». Я всегда от вас на расстоянии звонка, если будут какие-то вопросы, всегда рада с вами пообщаться. Представляете, тоже какой это сервис для клиента. Я всегда информирую о новой коллекции. Это всегда повод обратиться к клиентам, которые ничего не берут. И поэтому сейчас я нахожусь на такой волне позитива, драйва, и недаром я сказала, что сейчас спокойно сидеть вообще нельзя, потому что в компании выходит очень много новинок, а выход новинок – это всегда повод прозвонить всю свою клиентскую базу и сказать, например... Наталья, добрый день! Вам удобно сейчас говорить? Звоню вам сказать, что у нас вышла новая коллекция, либо новое средство, ну, про что-то новое говорите. Когда я увидела новый аромат, я сразу подумала о вас. Звоню вам договориться о нашей встрече. Вам удобно в будни или выходные? Все, вот так вот просто, быстро, за не знаю сколько секунд мы назначаем встречу с клиентом. Просто приехать, показать, продегустировать. Вот как раз-таки тот момент, когда вы что-то бесплатно можете клиенту показать, продегустировать, даже просто поднять настроение. Если человек говорит, что, допустим, нет, мне сейчас денег нет или еще что-то, я говорю, Наталья, для меня важно, чтобы вы знали о всех модных тенденциях, да, вы можете познакомиться с продуктом и приобрести что-то потом, если вас заинтересует. Вот. То есть, понимаете, да, и опять же говорите, предлагаю встретиться вам, когда удобно и так далее. Я всегда праздничную упаковываю продукцию, если знаю, что клиент покупает ее в подарок. То есть, есть такое понятие, как превысить ожидания клиента, да, знакомый, да, наверняка с таким. То есть, допустим, у вас что-то приобретает, а вы прознали, что это в подарок, а вы раз и привозите в красивые подарочные покупки и за это ничего с человеком не берете. Человеку от этого приятно, еще больше выстраивается вот эта вот доверительная ниточка, и в следующий раз, конечно, человек повторно захочет у вас что-то приобрести. Мелочь, а приятно. Следующий момент, который может вам помочь иметь с клиентами долгосрочное отношение, это отдельная тетрадь клиентов, вот, где я отмечаю дату продукции, что купил клиент, да, возможно, там, что я подарила в подарок. Для чего это нужно? Это нужно как раз-таки для отслеживания вот этих двух дней, двух недель, двух месяцев. Можно делать себе пометочки, и сейчас с помощью нашего приложения, новой системы СРМ, делать себе напоминания, и у вас, когда вы начинаете день, у вас уже готовая база, кому вам позвонить, что сказать и что предложить. Представляете, как здорово. Вот, соответственно, я делаю пометочки, например, что я положила в подарок. Если я подарила кофе, я спрашиваю, как вам кофе, да, то есть, чтобы не забыть, что мы что-то дали человеку, и спросить его мнение. Вот, потому что очень часто бывает, что мы проделываем работу зря, результата нет, и мы начинаем говорить, что все, никому ничего не надо и так далее. Следующий момент. Обязательно поздравляю с днем рождения, либо с какими-то профессиональными праздниками. Всегда прихожу навстречу в имидже. Что такое в имидже? Ну, наверное, знаете, да, это обязательно костюм. Ну, для девушки это колготки, руки, всегда у меня каталог, визиточки с собой, аромат, прическа, макияж и обязательно улыбка. Вот, то есть вы должны клиенту как на праздник идти. Плохое настроение оставляем дома. Ну, а вот этот вот пункт, да, знаю, как зовут детей, мужа, собачку и так далее. Конечно, не у всех клиентов я знаю, но мы должны стремиться к тому, что мы клиентам должны быть, вот знаете, как подружка, вот чтобы некоторые клиенты очень любят вот просто пообщаться, не знаю, рассказать какие-то новости. И, конечно, когда вы знаете, как зовут деток, да, передаете им приветы, ой, еще лучше, если собачку знаете, как зовут, вот или рыбок золотых, то это все, конечно же, ну, вызывает доверие, да, вы становитесь как будто уже такими родственными душами, и даже если в эту организацию придет кто-то другой и предложит тот же самый продукт, они скажут, нет, спасибо, а у меня есть Олеся Селезнева, я являюсь ее клиентом. Уловили мысли? Обязательно вам же что-то рассказывают, и обязательно делитесь тоже своими эмоциями. Я люблю показывать фотографии с мероприятий и поездок от компании. Это всегда может превратиться в то, что когда-то человек скажет, слушай, классно, а я вот тут сижу уже 10 лет в своей бухгалтерии, и ни разу даже грамоты мне не подарили, а ты уже была, и в Грузии была, и в Израиле была. Слушай, хочу в твою компанию. Бац, у меня новый партнер. Вот так вот здорово, замечательно. Поэтому делитесь, делитесь своими результатами, своими эмоциями, не ради хватовства, а ради того, что просто это у вас происходит в жизни. Люди любят наблюдать, а потом присоединяться. Обязательно использую смс-рассылку. Это очень сейчас легко делать с помощью приложения. Вот. И прошу всегда своих клиентов познакомить с коллективом на работе. Ну, например, Наталья, я сейчас расширяю свою клиентскую базу и прошу вас познакомить меня со своим коллективом. А за помощь я вам подарок. То есть, чем это удобно для вас? Для вас удобно, что вы едете к одному клиенту, а плюсом обслуживаете еще пять девочек, которые также сидят в этом кабинете. И дальше там останется поработать над тем, чтобы кого-то подключить, сделать вашим партнером. И потом начать ходить в другую организацию. То есть, это метод расширения вашей клиентской базы. Один лояльный клиент может привести вам тысячи клиентов. Поэтому ничего страшного, если вы попросите. Как правило, на помощь люди не отказывают. Поэтому тоже возьмите это как за идею, особенно сейчас в преддверии праздников. Вижу, друзья, что многие спрашивают, будет ли запись. Просите сохранить запись. Значит, чувствую, что мой сегодняшний вебинар для вас полезен. Это классно. Смотрите, запись поставила. Если все технически сложится, то запись будет. Но, конечно, старайтесь максимум конструктива получать сейчас. Не думайте, что у вас потом будет время, час просто сидеть, меня слушать или какого-то другого спикера и конспектировать. Нет, у вас, как правило, эти записи не слушаются. Откладывается 80% информации здесь, сегодня, сейчас. Даже если у вас сейчас нет блокнота и ручки перед собой, какие-то моменты, какие-то фишки вы сейчас для себя. Ух ты, мне вот это понравилось. И вы просто начните это делать. Договорились? Потому что здесь, сегодня и сейчас. У нас даже на часах написано здесь и сейчас. Насколько правильно. Здесь и сейчас. Не будет лучшего времени завтра прослушать вебинары Леси Селезневой. Только здесь и сейчас. Договорились? Друзья, двигаемся дальше. У нас прямо осталось совсем чуть-чуть. И времени чуть-чуть, и информации. Итак, давайте подытожим, где искать новых клиентов. Это мобильное приложение, о котором я вам подробно рассказала. Это корпоративные заказы. Нам сейчас в помощь. Я уже поняла, что нужно какую-то отдельную тему про корпоративные заказы. Ребят, наверное, запишу видео. Скорее всего, мне сейчас пришла идея. Так что следите за моим каналом. Кто не подписан, можете подписаться и подписаться на уведомления. И тогда вам будет приходить, что вышло новое видео на такую-то тему. Вы будете знать, что вам полезно посмотреть. Следующий момент – это гостевые вечера. Гостевые вечера – это наподобие таких клиентских встреч. Может быть, арома вечера, кофейные какие-то вечеринки и так далее. Можно использовать различные праздники и мероприятия в городе. То есть это всегда повод выйти на улицу, раздать там какие-то флайеры, визиточки и так далее и тому подобное. И анкетирование. Вот, друзья, по анкетированию – это тоже очень классный способ расширить клиентскую базу. То есть когда, допустим, у меня срываются какие-то встречи, кто-то сидит, охает-тахает и думает, ну вот, день не удался. Всё, пять человек обещали, все слились. Я начинаю собирать отзывы. Выглянуть в окно людей на улице куча, магазинов куча, торговых центров куча. Я беру наши с вами анкеты, которые у вас у всех есть в личных кабинетах. И подхожу к женщинам со словами. Добрый день, меня зовут Олеся Телезнёва, я являюсь консультантом компании «Армэй». И мы сейчас проводим опрос, ну, например, там, я не знаю, по хиту Нового года, да, что положить в мешочек Деду Морозу, например. Ну, сейчас можно с любой вообще темы выйти на улицу. Придумайте её сами. И я говорю, выступите, пожалуйста, экспертом. Мне нужно и важно знать ваше мнение. И перехожу к анкете. Вот скажите, так сложно сделать, вот сказать две фразы? Напишите в чат, сложно или нет? Пока вы пишете, я могу сказать, вообще не сложно, это делают даже дети. Вот если они видят, они начинают меня дублицировать. Поэтому это не сложно, и у вас всегда есть возможность расширить свою клиентскую базу. Да, может быть, статистика будет ниже, нежели там по тёплому кругу, по рекомендациям, но всё равно статистика сработает. Ребят, статистика – вещь упрямая. Вот как бы вы ни хотели, она работает. И из ста человек двадцать захотят. Сделайте сто анкет, и двадцать человек станут вашими клиентами. Когда-то, когда я начинала, я поставила цель себе собрать сто отказов, потому что мне было сложно ходить по холодным контактам, я очень боялась. На самом деле у меня тряслись коленки, я не знала, что я буду говорить. Язык заплетался, мысли путались. Но на самом деле оказалось, что сто отказов собрать не так-то просто, потому что есть те, кто соглашаются. И основная цель – это через продукцию познакомиться и пригласить на какое-то мероприятие. Опять же, там мастер-класс, или дать ссылку на мобильное приложение, или рассказать про корпоративный заказ и так далее. Здорово! Ребят, спасибо вам за отзывы, успеваю краем глаза читать. На самом деле очень приятно. И, внимание, 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 у меня для вас очень важное послание, которое мне предоставили, предоставили честь вам передать. Это безумно приятно. Друзья, во вторник, в 18 часов по Москве, уже вторник, который будет, состоится прямой эфир от основателя компании Армель Вячеслава Демидова. Но для меня всегда слышать основателя компании – это очень значимо, это всегда мотивирует, это всегда интересно, это всегда полезно. И поэтому стопроцентно на этой презентации нужно быть. Презентация будет на официальном канале YouTube, ссылочку я вам написала. Друзья, приглашаем всех, абсолютно всех. Формат будет презентации, поэтому чем больше у вас будет ваших партнеров, чем больше у вас будет гостей, тем лучше. Представляете, когда информацию даете не вы, а информацию дают за вас, да еще дает кто? Профессионал своего дела, человек, который основал компанию, который может передать свое видение, свое отношение, свое понимание. Ну, это вообще, это может дать такой прорыв вашему бизнесу, поэтому оповещаем, друзья, всех своих людей. И что такое оповести, да, это не значит сейчас в чат написать, что, внимание, важная информация, да, скопировать текст. Нет, прозвонить, друзья, всем в своем первом линии, сказать, слушай, Маш, слушала сейчас вебинар, узнала такую новость, во вторник в 6 часов в Москве Вячеслав Демидов будет давать нам очень важную информацию на YouTube-канале. Вот тебе ссылочка. И дать задание, прозвоните им в свои первые линии. И только тогда вы такой махабик запустите. И давайте, друзья, соберем многотысячные аудитории для этого события. И, кстати, собирать людей на какие-то мероприятия – это еще один навык, которому, если вы обучитесь, то это будет, ну, такой навык, который просто может вас, ваш бизнес взорвать. Вот умеете людей сорганизовать сначала на аромавечер, на презентацию, потом на какое-то открытое мероприятие. Если вы научитесь выводить людей на события – все, вы станете не просто миллионером, вы станете долларовым миллионером из этого бизнеса. Точно вам говорю. Поэтому, помимо информации по презентации, я вам, друзья, напоминаю, что не за горами весенние саммиты мастеров. Они всегда проходят на одной волне. Это атмосфера, это знания, это новые знакомства, это возможность нам с вами всеми увидеться, пофотографироваться и получить кучу новой полезной информации. Поэтому четыре города – Астана, Красноярск, Ростов-на-Дону, Казань. Даты вы видите. И билеты уже в продаже. Билеты уже в продаже. Уже сейчас можно планировать, в какие города вы хотите попасть, начать там строить свои команды. И согласитесь, что, смотрите, у нас сейчас ноябрь, декабрь, январь, февраль заработать на любую поездку. Вот если вы сейчас партнёрам начнёте говорить, слушай, я 12-го числа еду в Ростов, ты со мной, там будет то-то, 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 ты бизнес хочешь? Давай, покупаем билет. За четыре месяца можно проделать работу, заработать даже не на билет, не на поезд, а на самолёт, да, и на любую гостиницу и так далее. А вот если вы будете говорить это в марте, за там две-три недели, конечно, люди будут вам говорить, у меня нет денег, у меня то, у меня всё, у меня пятое-десятое. Вывозим как можно больше людей на саммиты мастеров. И вы тогда увидите, что после этих событий бизнес, ну, становится на другие рельсы. Ну что, я уложилась ровно в час, информации много, надеюсь, вам вебинар был полезен. Сколько стоит в Казань билет? Друзья, не пойму, билет на мероприятие или дорога. Давайте, стоимость билета есть в личных кабинетах. Заходите, всё прозрачно, всё видно, можно оплачивать даже балансом. Сейчас от двух новичков оформили и балансом оплатили билет. Здорово же? Здорово! Всё, друзья, спасибо вам, что были этот час со мной. Всех люблю, всех целую. Ссылку на канал дам, пишите в личное сообщение. Всем удачного дня. Не забывайте, что сегодня вечером в 21 по Москве вас ждёт ещё тоже не менее важное классное обучение. Приглашайте партнёров. Ну и до связи. Всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!